Кухонная утварь, ткацкий станок, саха, деревянные жернова и рушники – богатство экспонатов уголка Спадшина может позавидовать не один историко-краеведческий музей. Каждый из них бережно собирали буквально с миру по нитке в экспедициях по окрестным деревням. Директор Петровичского Дома народного творчества Юрий Бобиков с гордостью рассказывает об уникальных экспонатах и обращает наше внимание на самый старинный предмет, датированный концом 18-го – началом 19-го столетия. Это бандарное изделие – колода, выдолбленная из ствола цельной липы. Вот скребки, которые скребли люди. Эту липу обдирали со всех сторон, особенно внутреннюю часть. В основном это бочки, если это можно назвать бочками. Хранились именно сыпучие предметы. В основном это зерно. Еще одна редчайшая вещь – подбивка, давно вышедший из обихода инструмент, который служил для утрамбовки и выравнивания соломенной крыши. Есть здесь и именной раритет – деревянная лопата для хлеба. Она необычна тем, что своими руками ее сделал отец первого декана факультета журналистики БГУ Григория Булацкого Василий Александрович. У нас представлено предметы повседневно хозяйки, кружской печи, которая лежит. Теперь на красном куче все предметы, которые были раньше – куфры. И вот перед вами сундуки. Теперь обработка льна, начиная от куля соломы, кончая кросными. В подарок работники Дома народного творчества получили тканский станок, который собрали и снова запустили в работу. К слову, в нем есть необычные запчасти – гусиные косточки, которые служат для натяжения нитей. Ремесло предков возрождает на нем Валентина Гайшун. Женщина руководит кружком Петровицкие от каши. И также ткет уникальные пояса. В старину на селе их носил каждый. На любом из них изображена определенная символика – солнце, земля, дерево жизни. Раньше мужчина никогда не выходил на улицу, если он не подвязывался поясом. И пояс всегда был обязательно красная нитка. Это как обереговая. Тогда уже, как говорится, никто его не сурочит, не сглазит. На сегодня уголок Спадшина насчитывает около 500 экспонатов. Благодаря труду работников сохраняются и приумножаются духовные богатства Малой Родины. Именно поэтому, по итогам работы за 2018 год, Петровичский дом народного творчества признан лучшим в сфере культуры среди сельских учреждений подобного типа.